Всем привет! С вами Ольга Дуброва. Вы на канале Процветок. Солнце заходит, как завтра солнце у хату пришло до вас. И сегодня я вам расскажу, как правильно посадить растения в кашпо, как за ними ухаживать в дальнейшем и для чего это надо. Ассортимент, конечно, я вам озвучивать не буду. Посадка в кашпо – это замечательный способ преобразить свое пространство ландшафтное. Либо какой-то уголок можно организовать. И с этим можете вы играть на ваше усмотрение. Кашпо могут быть различные, из различных материалов – керамические, пластиковые. Это то, как вам нравится. Можно подобрать кашпо для каких-то территорий в одинаковом стиле. Можно, чтобы они были разные. Если они самодостаточные, представляют из себя какую-то художественную ценность, то даже и интересно, когда они все разные. И объемы должны быть все разные, потому что монотомность, она немножко утомляет все-таки в процессе созерцания. Поэтому это замечательная история. И это очень история глобальная. Но я остановлюсь лишь на некоторых моментах. Значит, что можно пихать в горшки? Все можно пихать в горшки. И в зависимости от понимания, какой мы подбираем ассортимент, то и это растение могут быть в горшке различные. Во-первых, у них может быть различная фактура листьев. Они могут принадлежать какой-то одной группе растений, допустим, суккуленты те же. И желательно, чтобы когда вы сажаете растения в кашпо, чтобы их потребность в почве, в питательных веществах у них была примерно одинаковая. Потому что уж сажать какой-то один кактус или суккулент в горшок вместе с бегонией не стоит. У них разные потребности будут во всем. И кто-то из них будет страдать, если мы будем в воду другому цветку что-то делать постоянно в плане ухода. Затем можно подобрать растения с пестрой листвой. Это могут быть как комнатные растения и в летний период их выставлять на улице, так и растения, которые многолетние. Если большие напольные кашпо, то они вполне даже иногда могут и перезимовать. Сделать им только можно легкое какое-то укрытие. Интересная история, которая в цветовом стиле называется шартрес. Такое красивое название. Это когда подбираются растения с желто-золотистой листвой. Смотрится очень стильно и будет у вас уникальный уголок. Сажаем, короче, все что видим, подбираем то, как вам нравится. Можно даже создать и кашпо взять без отверстий или горшки специальные, которые можно использовать для водных растений. Пусть это будет небольшой горшок, но водная история около дома. Это всегда очень красиво и всегда привлекает внимание. Дальше двигаемся. Значит, у меня подготовлен совершенно случайный ассортимент из растений, которые попадались, подвернулись мне под руку и еще не пристроены в грунте. Почему бы их не посадить в горшок? Потому что принципы все равно всегда будут одинаковые при создании таких композиций в кашпо. Для начала хочу вам сказать, что несмотря на то, что мы видим, что здесь есть отверстие, и такое как бы углубление существует в этом конкретно горшке, и, несмотря на это, мы все равно должны сделать дренаж. Пошуршим, насыпаем дренаж. Так, чтобы он был, как в бутылке шампанского, этот дренаж, он был выше уровня вот этого углубления. Для чего? Для того, чтобы излишки воды не всегда же вы вынуждены будете поливать. Иногда и дожди будут проливные поливать, чтобы была возможность корням оставаться в комфортном состоянии. Хорошо. Потом подбираем почвогрунт. Почвогрунт, это комары уже заедают, почвогрунт должен быть рыхлый, плодородный и, конечно, питательный. Какие удобрения будем туда забрасывать? Хорошо, конечно, и комфортно, и выгодно будет и нам, и растениям. Это растения, удобрения, которые длительного действия и будут постепенно высвобождать свои элементы из-под капсулы оболочки такой. Ну, можно и применять обычные подкормки. Вы должны отдавать себе отчет, что ограниченное пространство растений больше, чем положено, если бы они росли на грядке. И поэтому подкормки должны быть еженедельными. И можно, конечно же, подкармливать на первых этапах какими-то комплексными удобрениями, но в целом ваши подкормки будут заключаться в том, чтобы соблюдать определенную дозу азотных удобрений для развития зеленой массы, пышности листвы и хорошего ее здоровья. Конечно, должны быть фосфорные там в составе компоненты, потому что фосфор, это, грубо говоря, все это, конечно, там все сложнее, все друг за друга цепляется. Фосфорные удобрения – это правильная корневая система формируется, ну и калийные удобрения – это хорошее пышное цветение. Это грубая такая вот накидка. Какая должна быть, вот когда мы смотрим на этикетку удобрения, какая должна быть примерно формула НПК, это может быть вначале 15 азота, 7,7 допустим, то есть немножко делаем упор на азот. Затем мы в дальнейшем делаем упор на более повышенное содержание калия и фосфора. Это может быть, к примеру, 8, 12, 16. Либо щадящая такая подкормка, но которая будет надежно питать наше растение, например, 7,7,5. Это такая универсальная подкормка для декоративно-лиственных, кстати, вот как я говорила, что можно там разное играть с окраской листвы. Для декоративно-лиственных мы, конечно, в течение сезона можем кормить с более высокой долей азота. Для чего? Для того, чтобы вот эта вот пышная листва нас радовала и бушевала в нашем горшке или кашпо, как вам нравится, называйте. Итак, а какой объем должен быть кашпо и сколько туда растений надо напихать, извиняюсь, посадить, все-таки посадить. Для вот такого диаметра, это горшок диаметром 25 см, объем тут, наверное, литра 4, мы можем смело взять 3-4 растения. Если они с небольшой корневой системой, то это можно допустимо и 5 растений. То есть, как бы, если отталкиваться от диаметра, ну мы понимаем, что и высота, может быть, глубина совершенно различная, но если отталкиваться от диаметра, в горшок до 40 см, 5-6 растений, горшок уже когда 60 см диаметр, то туда мы можем посадить в зависимости от размера растений и 8-10 каких-то растений. Ну, снова же, зависит от того, на какой стадии развития ваше растение и какая у него корневая система. Ну, поехали. Что у меня осталось? У меня осталось очень интересное растение, сальвия фаринацея, сальвия мучнистая. Почему? Потому что у нее такие вот немножко, как будто бы, ну здесь не очень заметно, потому что она росла в таких скудных условиях. Но на улице, на открытом пространстве это все быстро проявится. Берем сальвию и берем всякие другие растения и немножко освобождаем корневую систему, потому что в этом горшочке маленьком она уже оплела полностью земляной ком и надо дать свободу корешкам. Это точно как с большими кустами, когда мы сажаем в грунт. Вот. Ну, сразу мы можем скомпоновать прямо на столе, как нам посадить. Так, 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 посмотрели по цвету, прикинули, какая будет окраска у цветков и можно производить посадку. Но перед тем, как производить посадку, я вам напомню о том, что мы можем помочь нашим растениям хорошо себя чувствовать в ограниченном пространстве. Если мы возьмем такой вот обогащенный субстрат циолин, где различные тут вещества, кислоты фульвовые, там, гуминовые, вы это почитаете, может быть, уже слышали от меня, и сколько его надо на такой объем. Если на литр надо, здесь его в упаковке 2 литра этого субстрата, то для комнатных растений, вот они советуют, 50 мл на литр грунта. Зачем мы его сыпем? Для того, чтобы, во-первых, влагоудерживающий, он удерживает влагу 40-70% от своего объема. То есть вот в этой корневой зоне потом будет формироваться такая, ну, как бы, подушка безопасности для растений. И 50 мы возьмем, ну, я вот так вот возьму, здесь будет 50, хоть это на литр, но я считаю, что в этом объеме этого будет достаточно. Перемешиваем. После того, как мы хорошенько перемешали, мы начинаем расставлять свои растения. Ну вот, начинаем с сальвии. Я ее сделаю, мою мини-клумбу в горшке в кашпо, асимметричной. Все, комары сейчас съедят меня. Главное, что они не съедят растения. Супер растения. Это бегония клубневая. Всегда хороша, какая бы она ни была. И чем она хороша, что вы ее можете сохранить в клубень. Главное, не дожидаться морозов и занести в помещение, сохранить, а весной снова ее посадить. Покупаем один раз семена и потом длительное время можем сохранять. Снова же я немножко разминаю. Бегония клубневая. Вот она, уровень почвы ее здесь. Я ее потом выстрою так, чтобы не заглубить корневую шеечку. Если бы я сажала клубень в кашпо, то я бы оставила даже, ну, присыпала бы, может, миллиметров пять. С тем, чтобы ей было здоровее. Так вот любит бегония клубневая. Посажу ее вот в это место. Посадила практически. Затем она у меня будет розово-красного цвета, такого кораллового. Помните, я покупала семена колиуса. Вот он, красавчик, вырастила. Из пяти семечек четыре зашло. Я считаю, результат очень хороший. Снова же ком уже оплел полностью горшочек. Значит, я разминаю. Ничего страшного, если даже эти вот тонкие корешки, немножко их можно укоротить, они повредятся. Это будет стимулировать рост дополнительных корешков. Я ее помещаю сюда. Вот у нас уже четыре растения. Так, я хочу сюда пять посадить. Пусть, как хотят, выживают. Мы же потом еще будем кормить чем-нибудь. И сейчас она, может быть, выглядит не очень-то и эффектно. Это лабелия ампельная. Лабелия пендула. Но вы посмотрите, как через недели-две она заколосится. Чего у нее вдруг стали такие бордово-окрашенные лепестки. Это реакция на стресс. Она подумала, что что-то уже не так. И, возможно, надо выкинуть свои вещества, антоцианы. Ну, так реагируют многие растения на жару, на холод. Я ее посажу так, чтобы она не спадала с горшка. Ну и вот замечательное растение, которое называется дихондра. Дихондра серебристая. Иногда такие названия у нее. Там серебристый водопад. Сейчас она тут немножко запуталась, потому что листики мелкие опушенные. Плетьи у нее уже длинные. И если кашпо будет стоять на земле, то в местах соприкосновения с почвой она будет укореняться. И у вас уже получится не то что водопад, а ручей целый серебристый. И чтобы вам было видно и понятно, я снова же расправляю корешки и посажу ее сюда на переднем плане. Пусть сейчас оно выглядит немножко, как бы так, скукоженно, скажем. Но, поверьте мне, при хорошем уходе, при наших подкормках, все оно заколосится. Всегда надо оставлять место от края горшка хотя бы сантиметр. Зачем? Для того, чтобы вы могли спокойно поливать. Чтобы земля оттуда не выплескивалась у вас на дорожку, на пол. Короче, на землю, чтобы она не выплескивалась. Это будет, во-первых, неопрятно. Ну и зачем нам такие дела, когда надо будет подсыпать нам и рыхлить и все прочее. Так. Теперь, конечно же, надо пролить. Проливаем. Проливаем. Проливаем обильно, споласкиваем листики. Проливаем так, чтобы из дна горшка потекла водичка. И после этого, такого обильного полива, мы можем не поливать, в принципе, дня 3-4 так точно. Потому что вот этого заряда влаги должно быть достаточно. Но если будет стоять иссушающая жара, то, конечно, быстрее будет транспирация происходить. И особенно такая вот история, когда мы выносим растения тепличные, а у них там какая-то своя история наступает и очень быстро пересыхает земляной ком. И тогда им, конечно, надо какое-то укрытие, не надо выставлять на солнце. Можно поставить где-то в сторонку под кустиком, чтобы они адаптировались. И чтобы они тронулись в рост в таких вот приятных, комфортных условиях. А после этого выносите туда, куда уже запланировали. И чтобы я еще порекомендовала, что вот этот, ну здесь в данном случае керамзит, крошка такая, чтобы вы посыпали им сверху. Керамзит бывает разный. Бывает такой вот некрасивый, не хочется озвучивать сравнение, на что он похож. Но этот миленький, он такой вот мелкий, приятный. И я советую засыпать сверху. Для чего? Во-первых, во время дождей не будет расплескиваться земля до той поры, пока растения разрастутся, возьмутся в силу. Это первое. Второе. Не так быстро будет происходить высыхание самого, самой почвы. И она будет находиться в таком рыхлом состоянии. То есть это такое вот мульчирование. И снова же выглядит это красиво. Можете замульчировать чем угодно, лишь бы оно, ну вот, гармонировало с цветом горшка, ну и с окружающим, прилегающим мини-ландшафтом вашим. Вот получилась такая композиция. Мне кажется, когда это все заколосится, зацветет, это будет очень приятно и красиво. Чтобы вы не сажали, принцип таков. Ну и следующая история. Сейчас я нырну, добавлю немножко земли. Следующая история у меня такая. Остались растения, молочные, которые, ну не успела я пристроить. Вот некуда уже было. Ходила я, ходила с ними и некуда было пристроить. Но жалко, чего добру пропадать. Поэтому кашпо могут быть у нас и овощные. Вы знаете, много сортов есть помидоров, черри, которые низкорослые и как раз предназначены для выращивания, допустим, на балконе. Так, а кто это у меня тут такое пристроился? Это я оставлю своему другу. Это табак, между прочим. Там табак Рустика, из которого делают махурку. Хай себе курить. Так, а это у меня затерялся перчик. Перчик, кстати, тоже я приобретала в магазине про цветок. Купила на всякий случай, потому что, помните, я люблю маленькие перчики для балласта, как мне сказала одна посетительница. Попросила помочь выбрать сорт перца. Я говорю, я не разбираю в сортах перцев. Вот я люблю миниатюрные. Она сказала, баловство. И гордо отвернулась, ушла. Но может, она нашла свой сорт. Видите, какой уже плодик. Это его примерно размер. Потом он начинает уже окрашиваться. Посадили. Табачок отложу. Хай курить. Помидорка. Сорт непоседа. Убираю обожженные на солнце листья, потому что, конечно же, в таком горшочке ему было трудно справляться после того, как я его выставила, типа на закалку. Это очень низкорослый сорт. Высота его будет достигать, ну, в грунте она достигает сантиметров сорок. Здесь, я думаю, если он вырастет 30, это тоже будет хорошо. Так, тоже тут вот оно же само прямо просится, чтобы его расшевелили. Он компактный будет. И вот получится веселая компания. Перчик, помидорчик. И, как вы считаете, чего еще не хватает сюда? Конечно, базилика. Или базилика. Здесь у меня остался тоже микс. Вы можете видеть, они разного роста. Не от того, что они тут как-то неправильно сидели, а от того, что это разные сорта. Я специально такой микс сделаю из семян. Собираю с разных базиликов. И потом они растут в компании совершенно разные. Здесь есть и с кучерявым, широким. Широколистный, может быть, называется. Здесь есть и с ароматом гвоздики, и еще какой-то. Ну и сюда лишнюю земельку. Сюда. Сейчас я, извиняюсь, еще раз ныряю за землей. Теперь я уже насыпаю, потому что здесь корневая система небольшая. Насыпаю полный горшок. И это будет у нас овощной такой горшочек. Досыпаю уже полный горшок, потому что корневая система у него совершенно миниатюрная. Ну и пусть себе растет тут как хочет. Посажу сколько? Три штучки посажу. А остальные все-таки занесу на грядку. Жалко. Это уже, понимаете, это уже готовый салат. Они, мне кажется, даже будут в процессе роста напитывать ароматы друг от друга. И все. Пришел сюда к горшочку. Пару листиков базилика, пару черри, перчик. Чик-чик-чик. Маслицем полил. И все замечательно. Это туда. И вот где-то зацепила рассаду мультифлоры. Питуненькая, миленькая. Ну что же делать? Надо посадить. Пусть уживаются. Ну и все. И снова проливаем. Дожидаемся, пока с нижней части потечет вода на стол. Все это ожидаем, ожидаем. Ну и вуаля. Мне кажется, это будет не только красиво, но и полезно. Значит, вы запомнили принципы. Подбираем правильные растения. Смотрим, чтобы они подходили по условиям росток друг к другу. Много в горшок не сажаем. Подкормки регулярные, еженедельные. Ну и все. Спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok